Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев и это третий урок регистрация домена. В прошлом уроке мы с вами зарегистрировали хостинг и создали тестовый домен. Но рано или поздно нам потребуется красивый домен с красивым именем, окончанием, например, ваше название сайта .ru или .com, которое вы захотите. Такое доменное имя уже платное, например, .ru или .rf от 99 рублей в год. И сейчас мы посмотрим, как зарегистрировать такой домен. Итак, план урока. Регистрация домена. Привязка домена к хостингу. Итак, начнём урок. Предлагаю зарегистрировать домен вот на этом сервисе регистратор домена .ru У меня на нём зарегистрировано несколько своих доменов. Регистраторов доменов, конечно же, великое множество. Сами хостеры тоже предлагают регистрацию домена. Но давайте регистрироваться будем тут. Здесь, справа, нажимаем кнопку регистрация. Проходим обычную регистрацию. Подтверждаем по email также регистрацию аккаунт свой на этом сайте. Заходим, авторизуемся. После того, как вы авторизовались, вы должны попасть вот в такую панель. Дальше выбираем здесь вот в меню домены. Зарегистрировать домен. Тут справа сразу пополните счёт на 99 рублей. Нажимаете пополнить. Выставляете здесь 99 рублей. Выбираете способ оплаты и оплачиваете. После того, как средства будут зачислены, приступаем к регистрации домена. Опять идём домены. Зарегистрировать домен. Тут вписываете название домена. Его нужно придумать. Это, как мы делаем музыкальный сайт. Например, придумайте какое-то доменное имя. Например, там, music, DJ. В общем, что-нибудь придумайте. Просто ещё такая ситуация, что многие домены могут быть заняты кем-то. Поэтому будет необходимо проверить его. Вбиваете здесь домен. Справа выбираете зону. ru.rf.com, какую хотите. Ставите галочку для проверки. И внизу нажимаете кнопку проверить. Если домен занят, у вас тут выскочит сообщение домен кем-то уже занят. Подбираете себе название. Проверяете, чтобы оно было свободно. Если домен будет свободен, перейдёте на следующий шаг регистрации домена. Важный шаг. Дальше нажимаем далее, далее, далее. И вы должны будете попасть вот на такую вот страничку управления DNS серверами. Здесь идёт привязка домена, грубо говоря, к нашему хостингу. И нужно просто прописать вот такие вот 4 DNS зоны. Но чтобы вам руками это всё не вбивать. Давайте я вам покажу, где на хостинге находятся эти зоны. Чтобы вы просто скопировали оттуда и вставили их здесь. Идём на наш хостинг. Хостинг. Все аккаунты. Я зарегистрировал вот один аккаунт вместе с вами. Вы зарегистрировали здесь свой. У вас должно быть своё тут доменное имя. Кликаем по нему. Нажимаем управление. Детали нажимаем. И вот они зоны. Просто копируете их отсюда. По одной штуке идёте на сайт регистрации доменов. Прописываете один, два, три, четыре. Здесь ничего больше не надо ставить. Нажимаете изменить. Когда закончите здесь всю процедуру, нужно будет припарковать домен на самом хостинге. Идём на хостинг опять. Нажимаем тут главное. Опять все аккаунты. Управление. Дальше. Спускаемся ниже. Нас интересует вкладка домена. Нажимаем на кнопку дополнительный домен. Выберите тип домена. Ну так как мы регистрировали сейчас свой домен на другом сайте. Нас тут предупреждают. У вас должен быть зарегистрирован домен. Вписываем его сюда. Тут показан пример. Ваш сайт. То есть вместе с зоной .ru или .com. Также выбираем пароль. Запоминаем его. Где-нибудь записываем. Не теряем. Или генерируем пароль. Вписываем captcha и нажимаем добавить. Ну или здесь есть выбор. Бесплатный субдомен. Тоже самое что мы делали. Только предлагают как бы из этого шага. Добавить еще один домен. Сюда с бесплатной зоной. Вы делаете как вам угодно. Либо вы сейчас регистрируете себе домен. Либо создаете сайт на том тестовом домене. Который мы вместе сделали. Я буду показывать установку сайта на тестовый домен. Увидимся в следующем уроке. Забыл сказать важный момент. Если вы зарегистрировали домен. Платный. И сразу приступите к уроку установки сайта на этот домен. У вас может не получиться так как я показываю в уроке. Так как домен регистрируется от 8 часов до нескольких суток. Вам придется подождать когда пройдет регистрация домена. Прежде чем приступить к дальнейшей работе. С бесплатным доменом похожие ситуации. Там нужно подождать несколько часов. Прежде чем появится возможность размещать на этот домен сайт. Движок сайта. Продолжение следует.